Здравствуйте дорогие зрители моего канала, любители, как бы нас назвать, следить за здоровьем своего организма самостоятельно, не прибегая только к помощи врачей, те которые готовы и рискнуть, и действительно что-то сделать для того, чтобы чувствовать себя лучше. В данном случае сегодня видео об очищении организма. Вы знаете, что у меня это моя тема, я очищу организм очень часто, и у меня это получается, я это люблю, я чувствую себя после этого намного лучше. Ну а сегодня 26 июля 2020 год, хотя и луна не круглая, не полная, растущая, но мой муж решил почистить себе печень, желчные, даже желчевыводящие пути, а я вот приготовила, пока он там еще на улице, потому что еще только 12 часов, я решила ему это все подготовить и показать вам, что вот лимоны и масло оливковое, масло первого отжима, оно было в холодильнике, и хочу обратить ваше внимание, что ну все пишут и говорят, настоящее оливковое масло, оно вот так подмораживается, даже не в морозилке, а в холодильном шкафу, в холодильнике. Вот я его вырыла уже, несколько раз туда-сюда перевернула, то есть это хорошее оливковое масло первого отжима, оно должно быть вот таким. Лимоны и масло должно быть комнатной температуры, некоторые пишут даже немножко подогреть, но я такого никогда не делала, не подогревала, тогда я бы хоть так выпить. Подготовила грелку, грелка обыкновенная, она с водой будет, с теплой водой, я не вижу разницы между электрической грелкой и такой, я пробовала у нас, когда я делала часто такие процедуры, когда жила в Аргентине, у нас была там электрическая грелка, я лежала на электрической грелке, результат тот же самый и процесс тот же самый, главное хорошо разогреть область печени. Пить вот это все придется аж в 7 часов вечера, в 19 часов, поэтому оно как раз будет комнатной температурой. Вот он даже и забыл спросить меня, ну я, так сказать, подсуетилась сама, потому что я очень рада, что он это будет делать, потому как я потрогала его так недавно по животику, как бывший массажист. Я говорю, слушай, у тебя с правой стороны вот все-таки такое, ну ему чувствуется болезненно, говорю, это все-таки надо эту часть как-то прочистить, надо ее как-то взбудоражить, чтобы там немножко вот эти холестериновые, и что там оно есть. Здесь мы и говорим, камни, не камни, не важно что, чтобы это как бы отошло, чтобы желчь и все функционировало, печень пофункционировала нормально. Ну и он ни с того ни с сего сегодня говорит. Кстати, скажу, что он никогда не делает клизмы, никогда не делает подготовку такую, как делаю яки, и как пишу, что надо, чтобы была такая подготовка. Он, я скажу честно говорю, если на полнолуние, значит эту неделю мы будем, говорю, сидеть на более-менее разгрузочном таких днях. То есть мы не будем кушать нам рыбу, мясо жареное. Ну и он подумал, наверное, ну что же мне целую неделю вот это сидеть на такой как бы диете, ну и решил вот это сегодня ни с того ни с сего. Посмотрим, что с этого получится. Если вам интересно, смотрите это видео до конца и будем видеть результат. В 19 часов вечера сделала сок с трех лимон. Обязательно я его процеживаю. И вот такое, какое количество сока, такое же количество наливаю оливкового масла. Обычно надо, чтобы это делал кто-то другой, не тот человек, который будет это все пить. Многие смешивают, но мы практикуем не смешивать. Сначала сейчас муж выпьет вот эту жидкость, а потом запьет лимонным соком. Я это всегда делю на три части, в крайнем случае на две. Он, не знаю. Разогрел, конечно, печень отлично. Ну что, 19 часов. Будь здоров, Александр Евгеньевич. Пришло время пить хэрши. Давай, хэрши. Пью первый и произношу первый слух. Теперь ши. И лимончиком запить. Правильно, на два раза хотя бы. Я в прошлый раз продолжала лежать на грелке. Это было полнолуние в прошлом месяце. И у меня был хороший результат. И нормально я все это перенесла. Так что советую тебе полежать еще на грелке. Полнолунией уже нет. Не, ну не важно. Короче говоря, давай еще немножко на грелочку. А потом минут через 20. Хорошо, если пойдет отрыжка такая, ну такая обыкновенная. Это отличие. Это у меня так. Тогда оно дальше проходит. И в общем. Ну короче, молодец. Вперед. Ну что, прошло 36 минут уже почти, да? Ответственная тема. За здоровье. За здоровье борются. Борются. Давай. Здоровье поддерживаем. И побеждают. Да. Поддерживаем здоровье. Вкусно еще. Так, Саша, помолчи. А то мы не знаем. Так, ну теперь грелочка и боже, как, хороший путь. И tranquillo, и спокойствие. И спокойствие. Как самочувствие? Живой. Не буду жить. Давай. Давай вперед. Спасибо мужу. Он немножко, частично, он сказал, собрал вот эти вот, ну не знаю, какие-то соединения, камни, не камни, которые плавали сверху. Естественно, если бы это были настоящие булыжники, они бы тонули, а так они плавают. Вот, вот я вот несколько попробовала там раздавить. Ну, мягковатые такие, мягковатые. Но, тем не менее, это не фекалии, это что-то где-то выходит уже с желчных этих протоков, может, с желчного пузыря. Ну, я считаю, и цвет их разный, и размер их разный. И если говорят, что это соединение оливкового масла и лимонного сока, то я могу поспорить, потому что так бы оно было бы все одинаково. Одинакового цвета, одинакового размера, так видите, и цвет разный, и бывает цвет еще такой ярко-ярко зеленый, как зеленая трава весенняя. Вот, но если вам интересна такая очистка, можете заходить ко мне на канал, смотреть, как я это делала. Я рассказываю об этом в своем опыте и о том, какую подготовку надо вести. Да, вы и сами можете изучить по любому методу. Я делаю это, и мы с мужем делаем это по Малахову. Вы можете делать это по любым авторам, которые рекомендуют, которые практикуют это. Ну, это настоящий дюбяж в медицине, он тоже существует. Просто, может, это более жесткая очистка и более, конечно, больше результативная. Так что я вам желаю здоровья. Также, если есть вопросы, задавайте вопросы. Я могу ответить практически по этой очистке на любые вопросы, как я себя чувствую. После, до, как надо сделать. Естественно, самое главное, если у вас есть страх, нужно, да и не просто страх, нужно, конечно, сделать ультразвуковую диагностику для того, чтобы, может быть, там у вас уже застаревшие какие-то там камни, которые при этой очистке могут где-то застрять в протоках, чего люди боятся. Но если хорошо разогреть, если сделать хорошую подготовку, то все это пройдет и будете чувствовать себя значительно лучше. Я даже смотрю по своих одногодках, они уже все имеют большие животы, большие жировые прослойки. Я, слава Богу, этим не страдаю, потому что еще не было мне 40 лет, как я начала это все делать. И продолжаю делать, и буду это делать, потому что я знаю, что это мне только на благо. Так что будьте здоровы, желаю всем всего того, что вы хотите. Самое главное, действительно, включить свои, грубо говоря, мозги, изучать что-то и что-то делать для себя самостоятельно. Не надейтесь только на врачей и на их таблетки. Спасибо.